Здравствуйте, друзья! Тема сегодняшнего моего видео-выпуска будет о порче насмерть своей матери. Да, вы не ослышались. Ввиду того, что в течение нескольких недель, буквально дней 10, может, двух недель, пришло 4 запроса от разных людей с разных стран сделать порчу собственной родной матери. Не спешите сейчас осуждать этих людей, которые заказывали порчу насмерть. Дело в том, что при их рассказах действительно матеря действительно довели до безумства своих детей. Как мне удалось выяснить в разговоре, в принципе, люди-заказчики были одного возраста, и мне интересно, естественно, стало, какие годы рождения именно их матерей. Как выяснилось, это послевоенные годы, после Второй мировой войны, это конец 40-х годов. Давайте разберемся, почему. Почему именно этот возраст начинают заказывать. Ну, начнем, наверное, с чего? С медицинской точки зрения. Да-да-да, вы не ослышались. Канал вроде бы эзотерический, но затронем аспект медицинский. Многим из вас известно, что такое гормон серотонин. Да, это гормон, отвечающий за наше состояние счастья. Но без дофамина или еще так называемого допамина, гормона допамина, в принципе, невозможна выработка гормона серотонина. Гормон дофамин или допамин, как его еще называют, да, он отвечает за мечты, за цели, за достижение цели. Вот именно когда человек идет на мечтные цели, действительно вырабатывается этот гормон. Вот представьте себе, вы желаете какое-то время получить долгожданную какую-то вещь, вы о ней мечтаете, и вы, конечно, в итоге вы ее получаете. Ваши, как говорится, штаны переполнены счастьем, ваша душа разрывается, вас рвет на счастье, от радости, вы довольны. А представьте себе, вот я знаю множество таких людей, у которых, как говорится, все есть, и им скучно жить. Почему? Потому что они только пожелали, им бац, ну, бац, на блюдечке уже есть. А допустим, хлоп, дорогая машина. Вот ему не с чем сравнивать, он начал сразу с дорогой машиной, он не понимает, с чем сравнивать, хорошая это или плохая машина. Не так, как я начал свою жизнь, первая моя машина Запорожец, ЗАЗ-968М. Ну, не суть. Суть в том, что дофамин – это гормон, который ведет к определенному состоянию получения. Это у мужчин, это еще инстинкт хищника, он отвечает за потребность, за ту хватку, ты получаешь удовольствие, у тебя горит страсть. Так вот, смотрите, люди, родившиеся в конце 40-х годов, по сути, не умеют вырабатывать этот гормон по одной простой причине. Он у них не вырабатывается, он у них атрофированная. Эта функция у них априори атрофирована. Почему, спросите вы? Да потому что, смотрите, послевоенное время, отсутствие сладости, отсутствие вкусной еды. Даже моя мать рассказывала, что послевоенное время ей приходилось просто есть макуху для того, чтобы быть сытой. Деревянные игрушки, игрушки из картошки, и то за картошку потом ругали, для того, чтобы ее потом сварить. То есть сначала поиграли с картошками, там дочки матери какие-то, а потом ее сварили. Далее, смотрите, послевоенное время, то есть нет ни игрушек, как говорится, деревянной игрушки, отсутствие сладости и все остальное. Но при этом было, что? ЦК КПСС, Советская партия. Вы помните? Коммунистическая партия, а не Советская партия. Вы помните эти советские фильмы, шедевры? Да, это шедевры. Но каждый фильм говорит о том, что вот пятидневку ты должен отпахать, в субботу, в воскресенье, ты можешь быть стельку, как говорится, в говно напиться, и самое главное, накуриться. Женщины курят, это нормально, мужчины курят, это нормально. То есть было такое время, когда разращали наш народ. Но при всем при этом народ знал, что ему не надо переживать за собственную старость. То есть пенсия, минимальная даже пенсия, человек был уверен, что он с голоду не убрет, он не убрет никак. Ему не надо было ничего доказывать, ему надо было просто тупо трудиться. То есть думать не надо было, желать не надо было, ничего не надо было, кроме иди отпаши пятидневку. В субботу, воскресенье можешь быть в умат накуренную, но ты пятидневку должен отпахать. Даже люди, которые имели деньги, по сути купить ничего не могли. Почему? Потому что был тотальный дефицит. Люди стояли в очередях, надо или не надо, тазик продавался, стоя в очереди везде, в очередь. Дефицит был просто везде и во всем. Людям, по сути, мечтать-то не о чем было. Максимум мечты было, это перейти с черно-белого телевизора на цветной. В принципе, это было достижимо. А если вы хотели там купить какую-то хорошую мебель, то можно было дать 25 рублей сверху, там 20-25 рублей сверху и получить эту мебель в принципе как-то без очереди и так далее и тому подобное. Я к чему это веду? К тому, что дофамина тогда не было. Вернее, не дофамина, я ошибаюсь. Тогда не надо было вырабатывать человеку этот дофамин. Ну, он незачем был. А как известно, организму, если что-то не надо, то он это начинает уничтожать. Видели, бодибилдер, который ходит, качается, кстати, у меня тоже мышцы уже чуть-чуть упали, потому что давным-давно не посещал зал. Бодибилдер, если, допустим, качал-качал мышцы, а потом перестает качать, что организм их начинает разрушать, потому что энергетика, которая уходит, допустим, на содержание мышцы, а это очень много. Это очень много надо затрат и все остальное. Организм считает, что уже мышца не нужна, уже добрался ума, не тягает, и какие тяжести, значит, мышцу уничтожает. Теперь смотрите, зачем организму вырабатывать дофамин, если человек им не пользуется? Это то же самое, как, знаете, люди больные с сахарным диабетом. Пока они не сделали инсулин извне, то есть не сделали инсулиновый укол, то еще как-то можно бороться за инсулиновые клетки, поджелудочную, как-то можно вывести на выработку собственного инсулина. А если вы уже получили извне, то организм расслабляет булки и перестает вырабатывать этот инсулин. То же самое и с дофамином. То есть мы определились только что, что эти люди, которые рождены при Советском Союзе, ну, посчитайте, допустим, 48-й год рождения, 20 лет девочка, все, а в 20 лет уже девочка работала. То есть 68-й год. Ёлки-палки, вы что смеетесь? Это как раз, это как раз советское время, да? Еще 20 лет, 40 лет женщине, да? К примеру, это 88-й год и еще Советский Союз. Но правда уже бабахнул Чернобыль и уже идет, что? Уже Горбачев, уже идет перестройка. В 91-м году, бах, страх. Страх развалился в Советский Союз. Люди, не зная, что делать будут, даже никто не задумывался о пенсиях. То есть в уме не укладывалось, что вот эта сверхсупердержава, она может развалиться, да? Их заставили идти на собственные хлеба. У кого были книжки, они стали, короче, тот, кто был всем, стал никем. Тут идет великий дерибан. Самые наглые, самые хитрые отхватывают себе кусок и так далее и тому подобное. Прибавляем еще 10 лет. 88-й, да, был, мы говорили, 98-й, 90-е годы. Бодилис, развал. Никто не знает, что, куда бежать, что делать. Но уже женщине 50, вдумайтесь, 50 лет, да, в 98-м году. А где вы видели, чтобы женщину, даже сейчас, которая не родилась, в 48-м году, к примеру, она родилась в 68-м, где вы видели, даже пускай сейчас, вот 2020-й год, чтобы женщину где-то в 50 лет где-то постели. Если она только пьяная, не танцует на какой-то вечеринке, вы видите, что эта женщина какая-то прекрасная и так далее и тому подобное. Где вы видите? Сейчас молодые девочки заселфили весь интернет. Хочется сказать по-другому, заселфили, вот так будем говорить, да, весь интернет. И так, и так, и туда, и сюда, и так, и вот здесь, и вот сюда. То есть, понимаете, женщины после 50-ти такое ощущение, что вообще не существует. Ее обозначили в 45 бабка-ягодка опять. Она хочет секса, да, в 45 женщина хочет секса. Знаете, вот это вот последние годы надышаться перед климаксом и все остальное. Но ее нигде не показывают. Они кино не снимают. Они говорят, женщина, бабка, бабка-ягодка, отойди. Все, жизнь пролетела, жизнь прошла мимо. Пенсию ей не дают. Мечтать она не научилась. Она не знает, что делать. Какая она должна быть, эта женщина? Естественно, многие превращаются в ищаде ада, и они считают, что их жизнь обделила. Дети не дали должное. Дети, кого винить? Тех, кто рядом. И вот они начинают отыгрываться на детях. На государстве, что невозможно отыграться, правильно? На соседях, ну, без толку отыгрываться. На ком отыгрываться? Конечно, на детях. И вот они начинают долбить собственных детей. Говорят, а, вы зажрались, вы сыты, и все. А вот у нас было детство с деревянными игрушками и без конфетным детства. Понятно. Это понятно. Но и вы должны понять, что, ругаясь таким человеком, вы ничего никогда ему не докажете. Понимаете? Это упор. Все. Он не способен измениться. И мне часто задают вопрос, почему она не меняется? Почему она такая? Да потому, что у нее гормоны не те бурлят в организме, который у вас. Потому, что она мир видит совершенно другим. Да потому, что у нее искаженное не такое, а может быть у вас искаженное видение. Понимаете? У нее не хватает гормонов. У нее украли будущее. У нее украли пенсию. Ее заставили думать. Мечтать она так уже не научится никогда. У нее не было к чему стремиться. У нее было ЦК КПСС. У нее был Советский Союз. А сейчас видите ли, она должна визуализировать. Для нее это слово как мат. Понимаете? Коуч что это такое? С чем его едят? Понимаете? И вы говорите, мама думай позитивно. Да чихать она хотела. Она не знает что такое позитив. Она помнит позитив это посиделки. Иногда Оливье на праздник и шашлык с водочкой. Коньяк пили самые богатые. Сейчас вискарь, тоси. Люди, понимаете, о чем вы говорите? Что сейчас современная молодежь? Но идет обратная сторона, обратная палка. Сейчас и современные молодежи по сути мечтать-то не о чем. Понимаете? По сути мечтать-то не о чем. Они все получают на блюдечке с голубой каемочкой. А некоторые, которые не получают, начинают становиться психопатами. Но это отдельный выпуск. У меня тут по соседству происходит нечто невероятное. То есть я вижу людей, но не соседей там чуть дальше, которые по сути из своего ребенка растят психопатом. И я понимаю, что это бомба замедленного действия, когда когда-нибудь рванет. Так вот, к чему я веду о материях? Их надо принять такими, как они есть. Как поступать не знают, но поймите, порчу насмерть это очень, это очень серьезный поступок, о котором надо думать и обдумывать каждый шаг для того, чтобы не наработать карму и так далее и тому подобное. Поймите, прежде чем обращаться и заказывать это, вы должны понимать, сможете ли вы всю оставшуюся жизнь жить с этим, когда вы заказали у другого человека, пускай не у меня, пускай не у мага, пускай четко колдуна, который беспринципный, сделает этот обряд, ритуал, призовет низкоегрегорные сущности и они уничтожат вашу мать, пройдет несколько десятков лет, как вы себя будете потом чувствовать, не будете ли вы себя винить, сможете ли вы жить с этим, порчу насмерть действительно можно сделать, действительно можно сделать и на вашу мать, я надеюсь смотрят именно те, которые заказывали, пропытались вернее заказать у меня этот ритуал, и я всегда говорю, она сработает только лишь в одном случае, если человек действительно наработал себе карму, именно серьезную карму, для того, чтобы его убрали из этой жизни, но по вашим описаниям, как бы вроде бы наработал этот человек карму, ну не один даже, просто эту тему мало кто поднимает, мало кто говорит об этом, но поверьте, очень много людей, которые ходят в масках и которые говорят о мире дружбе и жвачке, как говорится, да, а сами в душе ненавидят, в том числе и собственную мать, я не говорю, что они хорошие или плохие, я сейчас не даю оценку, я просто раскрываю эту тему, и так подытожим, люди, родившиеся после военное время, очень часто не имеют дофамина, это люди, которые не умеющие позитивно думать, позитивно стремиться к какой-то цели, у них нету дофамина, у них вряд ли есть серотонин, значит, это люди несчастливые жить с этим дальше, ведь это ваша мать, не моя. не моя. Продолжение следует...